Приветствую всех любителей парфюмерии! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Оля и сегодня у нас продолжение моей постоянной рубрики на канале 10 лучших. Сегодня мы с вами поговорим про ароматы для свидания. Поэтому если вам интересно, давайте начнем. Это видео не является прям 100% инструкцией к применению, просто советы к чему вы можете присмотреться, возможно найти для себя что-то новенькое не только для свидания. Как показывает практика, самыми любимыми у мужчин являются самые банальные ароматы, которые вы можете найти в нашем любом сетевом магазине. Например, Dolce & Gabbana The One. Я думаю, вы его все прекрасно уже знаете давно. Конкретно у меня здесь версия Rose, то есть с розой. Я его выбрала еще достаточно давно, то есть он у меня не первый год находится в коллекции. И могу сказать, что именно розовая мне понравилась больше, но вы можете присмотреться к постоянному аромату у них в Dolce, который есть. Интересный факт. Каждый раз, когда я была в период перед праздниками в сетевых магазинах с косметикой парфюмерией, именно Dolce вот этот вот стоял, скажем так, в лидирующих позициях тех ароматов, которые я наблюдала, что мужчины сами покупают, очевидно, в подарок своим женщинам. Так как у меня версия с розой, то, естественно, я скажу про нее пару слов. Именно роза, как мне кажется, прекрасно дополняет оригинальный The One, но не обязательно за ней гоняться. На самом деле, вот этот вот фланкер стоит сейчас достаточно дорого на сайтах перекупов, поэтому присмотритесь. В нем нет ничего раздражающего, что могло бы отталкивать. Он не слишком сладкий, он не слишком кислый, он не слишком свежий, и при этом он все-таки имеет место быть, он есть. Это не какая-то невидимая вуаль, сам The One мне описывать трудно, так как у меня его сейчас здесь нет. Но, как я уже сказала, розу я действительно очень люблю. Не зря его многие мужчины покупают в подарок к своему женщинам, поэтому мне кажется, что это такой намек, почему стоит начать именно с этого аромата данное видео. Если для вас Dolce достаточно простоватый, вам хочется чего-то большего, чего-то более такого сногсшибательного, то мне кажется, что именно Ангел или Демон от Givenchy ваш вариант. Опять-таки, его очень легко найти в магазинах, он много где представлен. Невероятно известный, но если вы о нем раньше не слышали или как-то не обращали на него внимания, я рекомендую вам с ним познакомиться, подойти к нему. Поэтому аромат на самом деле шикарнейший, я люблю за ту сексуальность и уверенность, которая в нем есть. Хочется к нему возвращаться снова и снова, это один из парфюмерных костяков моей коллекции. И вам хочется чего-то вау, чтобы это было дерзко, чтобы это было обволакивающе, но при этом не забивало с собой все вокруг и не вызывало какого-то удушения, как, к примеру, может быть, с большинством анталь, к сожалению. Но вот мне кажется, что если те, кто любит именно арабов, им может, кстати, понравиться именно Givenchy. У таких популярных и распространенных ароматов есть один минус. Ими многие пользуются. Если вы не хотите вызывать ассоциацию или, скажем так, быть в риске, чтобы вызвать ассоциацию с предыдущей спутницей, то у меня есть две другие альтернативы, которые тоже достаточно просто найти. Во-первых, это Carvan Le Parfum. Его оценят любители кислинки, как мне кажется. Он отлично подойдет тем, кто не любит слишком сладкие, слишком горькие, возможно, слишком свежие ароматы, но при этом хочет особенный, с изюминкой, я бы так сказала, себе в коллекцию аромат. Это экземпляр моей мамы, поэтому я вам показываю его здесь в кадре. Точно так же, как и Dzem от Shiseido. К примеру, если Carvan это влажная история, которая, мне кажется, что будет прекрасна именно в лето, то здесь вот от Shiseido Zen это отличный вариант на зиму. Либо когда вот, как сейчас идет зимний сезон, достаточно странная погода, то жижа, то тепло, то холодно, и вот это вот все в какую-то перемешку. Климат ругается, скажем так. Zen у нас цветочно-цитрусовый. Я здесь что-то еще пудровое ощущаю, возможно, именно так сложилась пирамида, что на мой нос здесь как будто есть пудра. Если вам нравятся цитрусовые ароматы, но вы не хотите пахнуть как соковыжималка, присмотритесь к Zen и аналогичная ситуация с Carvan. Всем любительницам бело-цветочных ароматов я его рекомендую. Почему-то я про них рассказала вам в перемешку, наверное, мне хотелось их отнести в категорию легкодоступного люкса, который на самом деле можно легко и много где найти. А если вы очень хотите все-таки что-то выбрать из ниши, и этот аромат я советую не только для свиданий, но и на каждый день, он прекрасно идет в весну лично у меня. Он великолепен для каких-то, возможно, серьезных встреч. Главное, главное, вообще как с любой парфюмерией, если вы в чем-то сомневаетесь, это с ней не перебарщит. Даже если вы в постоянной жизни всегда готовы облиться с ног до головы. Роза Жасмин от Монсера. Еще один аромат из категории влажные цветочные, как мне хотелось бы на самом деле отнести, который я действительно нахожу крайне прекрасным в том проявлении, как он раскрывается на коже. Почему-то на одежде мне не очень нравится, он как-то странно звучит на бумаге. Здесь тоже есть немного цитрусовых, но они не перебивают. Цитрусы здесь скорее идут фоном, прекрасно дополняя ту композицию, которая уже здесь есть. Жасмин здесь на мой нос не выраженный. На самом деле, в зависимости от сезона, мне кажется, тоже я его как-то по-разному воспринимаю на самом деле, но больше всего мне нравится его именно весной. А весна это у нас, ну вы сами понимаете, такая прекрасная пора. Именно такие нежные, романтичные и теплые ассоциации он у меня вызывает. Может кому-то он не понравится, в этом ничего такого как бы нет плохого, но как мне кажется, что он просто на всех по-разному садится. Кстати, у меня есть прекрасный вариант для любителей гурманики. Это Дона Каран, черный жидкий кашемир. К сожалению, оригинальный черный кашемир я не слушала, я не знаю, что на себя представляет, но черный жидкий это новая версия, которая то ли в 17-м году вышла, то ли в 16-м. Он мне тоже очень нравится. Для тех, кто на меня наткнулся впервые, я вам скажу так, у меня с гурманикой очень сложно, мне мало что нравится, мне на самом деле трудно угодить. Ну, просто это как бы не мое направление, я больше к белым цветам. Здесь у нас с вами пролине, вишня и пачули, и мне кажется, что именно благодаря пачули настолько все это сбалансировано, что не вызывает у меня чувство отторжения. Однако это все-таки гурманика, он сладкий, но сладкий без зубного скрежета, без, как я уже сказала, какого-то отвращения и ощущение, что это уже как бы чересчур, и то мачи вообще не стоит к этому подходить, кроме как в лютый мороз. Причем на моей коже в старте сначала просто идут моно-пачули, и потом уже он начинает насыщаться вот этой сладостью, раскрываться. Великолепно, кстати, он раскрывается. Я не знаю, почему его, кстати, многие отругали, возможно, именно оригинальный первый черный кашемир оставил неизгладимое впечатление на людей, и они, скажем так, обиделись, что вот конкретно эта версия оказалась совершенно не тем, что они ожидали получить. Кстати, по поводу более доступных ароматов, чтобы они были не только приятны в плане легко купить и много где найти, но и легко себе позволить, это Брокар. Всем вам хорошо известный, как мне кажется. И я в очередной раз покажу вам кэжуал от Оксаны Робски. Мне кажется, что он просто у меня идет и в пир, и в мир, и все такое. Оказалось, что он невероятно комплементарный. Я не ожидала, что аромат за средним 500 рублей может быть настолько классным. Многие его сравнивают с императрицей, но на мне и вообще для меня он совершенно не звучит как императрица. Я уже говорила, что он пахнет табачными листьями, сырыми табачными листьями, которые сушат для того, чтобы их потом скрутить в сигары. Во время одного из путешествий мы как раз-таки были в ангаре, где сушились эти листья. И вот это просто один в один. Я условно захожу и все это чувствую. Причем, если для вас, к примеру, запах сигареты табака это что-то отталкивающее и вызывающее у вас отращение, то здесь нет именно вот этого дынного запаха, который многие путают с кабаком и все такое. Это совершенно другая история, свежая, шлейфовая и какая-то искренняя, чувственная. Мне нравится, что я не зря его отхватила в свое время. Я заметила, что мало кто говорит про Викторию Сикрет. Либо я смотрю не тех людей, читаю не те блоги. Однако по скидкам там действительно можно найти много классных, тех самых стереотипных женственных ароматов, которые кто-то ненавидит, кто-то очень любит, и кто-то хранит им верность на протяжении многих лет. Лично у меня они почему-то вызывают ассоциацию с фильмами «Блондинка в законе» или что-то в таком духе. У меня конкретно здесь Виктория Сикрет Интенс. Я вам показала свежую бюджетную альтернативу. Я вам показываю то, что подойдет для любителей конфетных, сладких, вкусных ароматов. Виктория Сикрет действительно делает очень, чересчур девчачьи, я бы сказала, ароматы. Там есть и промахи, там есть и прекрасный. Я, к примеру, очень люблю Pure Seduction. Но пока что у меня его нет, я хочу купить спрей для тела. И вот здесь вот у меня парфюмированный спрей. Тоже, наверное, это можно отнести к бадди-мисту. Он может интенсивно звучать, именно вот когда вы его слушаете напрямую из флакона. Я вам все рекомендую как-то вот так вот орошать в виде дымки, потому что некоторые у них особенно, почему-то с названием секси-ароматы, они too much, на мой взгляд. Мне Intense нравится тем, что у него нет спиртовой базы. Вот этой самой отталкивающей, которая может, как говорят некоторые блогеры, дешевить парфюмерию, да, именно вот эта спиртовая душка, которая лидирует, вылезает и заставляет все оставшиеся компоненты звучать очень плоско и синтетически. Именно в мистах такого нет. Поэтому, если вы тестировали, к примеру, их туалетную воду, попробуйте именно спре для тела, вот такие вот парфюмированные мисты, что-то более легкое и при этом имеющее в себе тот самый запах, который вас мог привлечь. И два аромата, с которыми я хочу завершить это видео. Во-первых, это Coco Mademoiselle. И я ее показываю в конце, потому что вокруг него идет много споров. Кто-то очень любит Coco Mademoiselle, кто-то ненавидит. Однако, я замечала, что многие мужчины его называют классно. Некоторые молодые девчонки могут сказать, что это аромат для старушки и вообще Chanel это для пенсионного возраста в парфюмерии. Вы знаете, ничто так шикарно все равно не звучит, как Chanel. И это очень узнаваемо, это всегда роскошно, это всегда люкс. Именно вот как олицетворение люкса для меня почему-то Dior Chanel. Не хочу разделять его по возрасту. Вы вправе выбрать, неважно сколько вам лет. Я рекомендую выбрать себе в коллекцию именно Coco Mademoiselle. Он не такой, как пятерка, которая может быть совсем на любителя. Причем не только для вас, но и для всех окружающих. Не такой, я бы сказала, провальный, как Gabriel, который я почему-то посчитала просто какой-то помесью всех-всех-всех. Chanel в одном флаконе. Вынуждена признать, что Allure на мой нос будет попроще, чем Coco Mademoiselle. И его опять-таки по сравнению с эксклюзивной коллекцией все-таки тоже просто найти. Ну и последним я вам покажу тот аромат, который я выбрала для 14 февраля для себя в этом году. Это мой подарок на Новый год, который я попросила, который мне подарил мой молодой человек. Это Жозе от Айзенберг. Здесь есть и бобы тонко, и белые цветы. И в целом мне кажется, что он настолько до сих пор перебивает мое впечатление от бренда, что кроме как на Жозе в Айзенберг я до сих пор многие годы не могу никак посмотреть новыми глазами, потому что я натыкаюсь на Жозе, я вспоминаю про Жозе. И все остальное я как бы слушаю, ну и думаю, блин, ну вот оно недостаточно круто. У меня с ним история такая, вообще моему молодому человеку мало что нравится у меня в коллекции. Он некоторые ароматы называет геранию, другие он называет горькими. И когда мы выбирали мне аромат в качестве подарка на Новый год, он сам наткнулся на Жозе и сказал, что вот, ему понравился вот этот. Я думаю, блин, как круто, ну наконец-таки хоть что-то у нас совпало, чтобы как бы это было и у меня давно в хотелках, и ему это тоже очень понравилось. Что ж, вот такая вот у меня получилась подборка. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть, несмотря на то, что я достаточно ажато рассказала вам про каждое из них. Но их аж 10 штук набралось, поэтому предлагаю вам походить, протестировать, не только привязывать это к 14 февраля, но и на какие-то другие прекрасные моменты, которые еще предстоят в жизни. Если у вас есть свои рекомендации, то пишите их внизу, мне будет интересно почитать, ну и не только мне, но и другим зрителям. Большое спасибо, что посмотрели это видео и поставили ему палец вверх. Спасибо за подписку на мой канал, я стараюсь вас радовать как можно чаще парфюмерными видео. Увидимся с вами в следующем выпуске, всем до встречи и всем пока!